Передний азиатский леопард возвращается на Кавказ. Именно так звучит главная новость из мира дикой природы. Как выглядит, где живет и чем питается хищник. Вот лишь несколько вопросов из тех, на которые юные экологи получили исчерпывающие ответы. Подготовили презентационные материалы, где будет показана и рассказана полная характеристика о переднеазиатском леопарде. И раздаточные материалы, где говорится о том, как общаться с леопардами в случае их возникновения, встречи. А встретиться с большой кошкой действительно будет можно. Ближайшей весной планируется выпуск в дикую природу первых особей, сейчас живущих в специальном центре национального парка. Поэтому Сочи стал для специалиста фонда дикой природы столицей самого главного проекта года. По мнению организаторов, рассказать детям об этом животном значит быть уверенными в том, что у природы Кавказа будут защитники. Самая большая, наверное, задача – это заранить какое-то вот такое семечко бережного отношения. Не обязательно, что это будет конкретно леопард. Это может быть зубр, это может быть любой другой редкий вид, это может быть лес, растения, ландшафт, всё что угодно. Главное – это заранить вот это семечко бережного отношения к природе. До 183 сантиметров в длину, массой 70 килограммов, переднеазиатский леопард – крупнейший в мире. Если такое животное однажды встретится вам в лесу, считайте, что это большая удача. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». – ...шелание вао ущерба.